Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите Кулинарную пропаганду. Итак, друзья, сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Аудитория у канала растёт, вопросов всё больше, и отвечать каждому в личке достаточно сложно, тем более вопросы повторяются. Поэтому в ролике «Крем-суп» я вам напомню, попросил вас задавать вопросы. Вы их на задавали, начнём помолясь. Да, я собрал вопросы не только с этого ролика, но и с некоторых предыдущих, если не повторялись. Так, поехали по порядку. Влад Липкинт. Привет, Влад. Спрашивает. Хотелось бы услышать, увидеть мнение по поводу последовательности действий. Что сначала делаем? Подвариваем и потом коптим, или наоборот? Ну и обоснования, конечно, почему так? Обоснования я не скажу, потому что понятия не имею. У меня есть документ очень интересный, производство продуктов из свинины, говядины, баранины, варёно-копчёных. И в этом документе я его тщательно изучал. Кроме всяких температур, продолжительности времени и прочего, есть информация о том, что какие-то вещи готовятся как варёно-копчёные, какие-то как копчёно-варёные. Я пока для себя понял, что копчёно-варёный вариант немного мягче по вкусу получается, да? Потому что то, что я сначала прокоптил там колбасу, это самый первый мой опыт копчения с этой коптильней, а потом подваривал, то вот в результате варки излишне резкий вкус и запах дыма как бы смылся в процессе вот этой варки. Получилось получше. Ну, конкретные ответа я не дам, к сожалению. Следующий вопрос. Николай Николаев спрашивает. Хотелось бы обзора магазинов ассортимента и цен вашей продуктовой корзины? Вот и спросил. Я вчера в магазине был и пощёлкал для памяти себе цены, потому что их с трудом запоминаю, признаться честно. Ну вот смотри. Значит, корейка свиная без кости. 4 евро 89 центов. Курица. Обычная курица. 2,39. А вот жёлтенькая, как я показывал в ролике, с чахамиле. Да, точно в чахамиле. Если кто-то пропустил, посмотрите, вот здесь ссылочку размещу. Такая жёлтая курица, она более пахучая, более ароматная. Она 3,69 стоит. Куриные ножки, голени, вернее, куриные, 2,99. Куриные грудки 4,89. Кролик тоже 4,99. Это цены всего евро, понятное дело. Так, вот антрекот из говядины 2,95. Ну вот такие цены приблизительно. По фруктам, ну сложно сказать по фруктам. Если сезон летового разгаря, то те фрукты, которые местные, которые здесь произрастают, они, наверное, дешевле, чем московские или питерские цены. Наверное, процентов на 20 разница по некоторым позициям. А картошка, например, даже и дороже. Зачастую, не знаю, может она здесь плохо растёт, без понятия. Так. А моя продуктовая корзина? Ну, дорогой мой. У меня большая семья. И продуктовая корзина тоже. Много весит. Денис Шевченко спрашивает. Дмитрий, очень хотелось бы увидеть рецепт котлет по-киевски. Интересно посмотреть, как вы их готовите. Приготовлю, я думаю. Иван Суматохин. Привет, Иван. Очень просто и вкусно. От бешамеля вообще тащусь. Я его практически везде делаю настолько нежно, и моим девчонкам очень нравится. И сад у вас очень клёвый, со всякими травками. А я вот такой. Тра-та-та-та-та. Ещё обещали давно паштет с печёнкой сделать, когда мы его будем лицезреть. Пудин. Здесь достаточно сложно найти субпродукты. Печёнку я вообще, по-моему, раза в два всё видел. Всего в одном магазине не видел. Надо специально за ней ехать. Приеду, куплю, приготовлю, покажу. Ну, паштет действительно классный получается. Очень нежный и мягкий. Прям вот супер. Так, Александр Байнов спрашивает. Скажите, как долго могут храниться такие грибы в холодильнике? Это речь о грибах из крем-супа как раз-таки, да? Ну, как любой продукт, он может храниться настолько долго, насколько хорошо ты его подготовил к этому делу, да? То есть, простерилизовал банку, в которую ты убрал. Или залил, допустим, простерилизованную банку, положил туда грибы, только-только приготовленные, залил сверху маслом растопленным. Мама моя, предкмоль. Мама моя, например, так в прохладном месте, то есть при температуре плюс 4, плюс 5, наверное, да, такие грибы хранила по полгода и больше. Калипсол ТВ, постоянный зритель, привет, спрашивает. Я уже задавал вопрос, но не получил ответа. Откуда шрам и зачем нужно было забивать тату поверх? Это вот, если татуировка есть. Да не шрам это, это тоже татуировка. Понравилось мне в свое время, я на байке гонял, понравилась такая татуировка. Набили мне ее, то есть, стилизованное изображение шрама и узор. Вот, так что это не поверх, все вместе. Иван Иванов, Дима, спасибо за видео. А вы делаете домашнее мороженое? Нет, я не делаю домашнее мороженое. Я вообще сладкое, если это не выпечка, не очень-то люблю, признаться честно. Но мой режиссер делал мороженое, вкусное получалось. Так что, возможно, сниму видео. Ну, в плане стоит, по крайней мере. Константин Томашевич. Привет, Кусть. Интересно, на даче такой клумб с травой можно вырастить у себя? Зависит от того, где дача у тебя. Если она в Салихарде, то вряд ли. А если где-то все-таки поюжнее, пожарче, то, наверное, да. Из меня огородник на самом деле плохой, честно скажем. Хотя в нежном возрасте я как-то очень удачно привил на яблоню у родителей несколько периодов, и там хорошо выросли. Вот. Что мне сказали в садовом центре, где я покупал эти ароматические травки? Они любят много солнца и совсем не любят воды. То есть их нужно подсушивать хорошо, буквально не заливать. У меня система автоматического полива стоит, там по часам включается, выключается, простенькая такая штука. Ну и, похоже, залил я шалфей, плохо он что-то растет. Вот. Все остальное прям прет. Лаванда уже по пояс. Вот. Кстати, их же можно растить в этом самом... В ящиках. На окно повесили, на балконе. Тоже хорошо растет. Тоже хорошо растет. Очень многие так выращивают. Так. Сергей Крым спрашивает, что приготовить из бараньего пениса? А то лежит у меня больше года в морозилке, а хотелось бы ее попробовать. Не знаю, не готовил. Так. Алик Спай спрашивает. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы где жили в Татарстане? Пошли личные вопросы, да? В Татарстане я жил в нежном возрасте совсем, уехал оттуда сразу после школы. Жил в маленьком-маленьком поселке Ознакаево. Так. СМ-58 спрашивает. Дмитрий, ты в Испании живешь? Как давно? Как там в целом? Да, живу в Испании. Живу здесь полтора года. В целом здесь летом жарко, зимой она здесь короткая, очень сырая и промозглая такая, по ощущениям, такая мерзкая, холодная осень российская. Вот. Ну, да нормально, собственно говоря, как живу. Роман Сишко. Стейк из говядины это не отбивное сделать. Сколько я мяса с рынка загубил, пытаясь повторить хоть что-то подобное. В стейке мясо первое на первое, остальное дело вкуса. Согласен. Кстати, если подскажешь маринад, который размягчит обычную говядину и терятину, буду благодарен. Ну, тут зависит, что ты хочешь размягчить, для чего. То есть, идея следующая. Если речь идет о том, чтобы размягчить какое-то мясо, чтобы приготовить из него стейк, так я скажу, зонтия гиблая. Размягчить можно, но стейка не получится. Это, знаешь, все равно как из курицы торт сделать, да? Ну, если не подходит какой-то отруб подстейк, ну, не отходит, не подходит. Но это дело не в мягкости или не в мягкости, а просто вот в самом отрубе. Что касается размягчения. На самом деле, с размягчением все просто. Мясо – это мышечные волокна. Там всякие цепочки, аминокислоты, миоглобин и прочая ерунда. Процесс размягчения – это процесс разрушения этих связей. Эти связи разрушаются при варке, например, при длительной, да? Эти волокна разрушаются при обрабатывании, к примеру, уксусом. Эти волокна разрушаются при выдерживании в луковом соке. Там содержатся вещества, которые тоже размягчают мясо. Эти волокна… Эти волокна разрушаются при обрабатывании соком киви. Вот, кстати, киви – это вообще жуткая штука. Разъедает все на раз. Я как-то прочитал про этот киви, решил попробовать размягчить свинину под шашлык. Была не очень хорошая. Ухреба вроде шейка. Я растер два киви в труху, добавил в маринад для свинины, и она у меня лежала в таком маринаде, ну, обычный, там, немного уксуса, немного масла растительного, лук, естественно, и вот это два киви положил. Три часа это лежало в киви, этот шашлык есть было невозможно. Вот там речь уже шла не о размягчении каком-то, а мясо, вот, откусываешь, оно как будто, как будто в таких наитки разделялось. Вот разошлось вот настолько, что даже как будто сухое стало, это свинятина-то жирная, да, просто жуть. Вот разваливалось на волокнах, просто жуть, короче, получилось. Так что с киви надо аккуратно. 10-15 минут для небольших кусков, естественно, да, вот, выше крыши, больше не надо. А если большой кусок, то с наружной стороны, то большого куска, этот сок киви размочалит всё в хлам, все разрушат эти самые связи, а внутрь-то ещё не успеет пройти. Поэтому с этими размягчениями, ну, если говорить, чтобы потом целый кусок готовить, надо аккуратно. Илья Рефев спрашивает, а какая прожарка получилась? И цельный перец в этом соусе норм. Илья, привет. Значит, прожарка не получилась, а сделал. Сделал я прожарку well done. Глядя в интернет на реакцию зрителей у того же самого славного дружа Обломова, постоянные вопли, сырой от писка, я решил не пугать народ тем самым сырым, а приготовил от степени прожарки well done. Сам я предпочитаю прожарку с кровью. Здесь, если уж есть мясо, то покупать очень хорошее, нежное, мягкое мясо. Поэтому, ну, и здесь с гигиеной, собственно говоря, и с светконтролем всё в порядке. Поэтому я для себя готовлю с кровью. Для мелких моих, да, они кровью не любят в мясе, поэтому требуют себе well done. Цельный перец в соусе. Вы извините, меня здесь за шумы. Выгнать никого не получается. Постоянно только колонка газа выключается. Постараюсь, конечно, убавить всё это дело на обработке, но вряд ли получится. Цельный перец. Цельный перец – это не норм. На мой вкус цельный перец – это самая фишка этого соуса. Я во многих местах его ел самый разный. И вот на мой вкус, на мой личный вкус, вся фишка этого соуса как раз-таки в том, что в нём попадаются целые кусочки перца. Именно же и кусочки огорошины. При этом сам соус равномерно, если вот именно без перца его пробовать, он слегка островат. То есть там нет вот этой остроты. Фишка в чём, я считаю? Дело в том, что перец, вот эта его острота, ну, в красном перце, в стручком – это капоисцин, в чёрный лень-бонг, как это называется. Вот эта самая острота может быть снята, смыта, только сметаной или жирным молоком или сливками. То есть они как бы снимают вот этот вот, нейтрализуют вот эту остроту. И когда перец попадает в рот на зуб, его раскусываешь, этот взрыв ощущения мгновенной вот этой остроты, и он тут же сглаживается как раз-таки вот этим вот нейтральным сливками, которые есть в составе этого соуса, ну, которые при этом пропитаны вкусными, ароматами. То есть перец, в принципе, для чего едят? Для того, чтобы подстегнуть вкусовые пупырышки, да? А если постоянно всё перцем залито, то они, условно говоря, устают постоянно быть возбуждёнными, эти самые пупырышки, и не передают уже всей вот этой гамме ощущений. А когда они попадаются, раскусил, буф, у тебя всё вспыхнуло, вот это класс! И тут же он сглаживается вот этим самым перцем. Ну, просто классно. Как раз-таки вот на вот этих качелях ощущений, я считаю, самая фишка. Если не нравится излишняя острота, надо не чёрный перец использовать, а зелёный. Если и зелёный слишком острый кажется, то можно зелёный использовать не сухой, этот горошек, а тот, который в баночках продаётся в рассоле. Он ещё более мягкий. Но, на мой вкус, повторюсь, вот именно такой перец, целый горошек, это самая фишка этого соуса. Ещё хотел сказать, вот из-за этих как раз таких периодических выкликов сырой от писка и прочее, на мой взгляд, сырое или не сырое, это вопрос привычек этноса в целом, в котором всё это дело происходит. Я сейчас живу в Испании, да? Здесь жарко. Большую часть года здесь жарко. Мясо, в принципе, продукты плохо сохраняются в жаре. А у них ещё и корида тут регулярная случается, когда бычков забивают. Поэтому испанцы либо из мяса, как правило, я говорю про говядину, готовят колбасы с жутким количеством кислоты, уксуса, перца, чего-то там, ну, чтобы это просто там всё живое умри. Да? Это их чариза знаменитая. Прямо есть такие сорта, что прям слёзы из глаз, какая острая. Вот. Либо едят свежее мясо, свежее вот приготовленное, и сразу жарят его и едят. Поэтому в таких условиях, когда вот свежее, свежее мясо, которое надо прожарить, у них есть традиции поедания, и они привыкли делать его правильно и хорошо. В более северных странах, ну, в России там большая половина, это как бы на северней, расположено, когда холодно, когда есть снежные зимы, забивали, когда, собственно говоря, на мясо что-то? Да, осенью поздней, когда уже зима на су, когда уже лёд и прочее. В этих условиях мясо у тебя мороженое, как ты его будешь готовить? Да, тушить, варить и прочее, да, в русской печи. То есть, традиции приготовления на углях почти отсутствуют вот в этой традиции. В результате получается такая фишка, что здесь привыкли вот так мясо готовить, а у нас нет. И поэтому вот мои родители, например, также продолжают жить вот в этом маленьком городишке, да, там в принципе не купить мясо, даже разделанного так, чтобы, может быть, стейк вырезать какой-то. Там два понятия. Мясо с костями, без костей. Ну, вот нет такой традиции, и всё. Ну, и как там научиться его правильно готовить? А вторая идея, что ах, там есть паразиты. Друзья мои, приготовление еды, я считаю, это не обеззараживание продуктов. На мой взгляд, ну, это маразм покупать заведомо или с большой вероятностью испорченный продукт, чтобы потом готовкой его сделать пригодным в пищу. Давайте разделим эти две позиции. То есть, если я рассказываю готовки, я имею в виду, что мясо, которое я готовлю, прошло ветеринарный контроль, оно нормально хранилось, и поэтому не протухло, не испортилось. И поэтому всё, что мне нужно с ним сделать, когда я готовлю, это вкусно приготовить, а не обеззаразить, чтобы там ах, а если там какие-то паразиты? Ребят, прошло ветконтроль мяса, всё, нет никаких паразитов. Не доверяйте ветконтролю, не готовьте его таким макаром, только и всего. Вот моя позиция. На вкус, да, тут я согласен, одному нравится сильно прожаренное, другому наоборот с кровью. Но это про вкус, а не про паразиты. И вот если мы говорим про вкус, то тут такая фишка. Почему так ценится мраморное мясо? Потому что это мясо с кучей прожилок мелкого жира. И это мясо можно прожарить хорошо до уровня well done. Жив, который там содержится, в большом количестве есть пронизывает мясо, всё равно оставит ещё достаточно сочный кусок мяса, его можно будет есть. А если до такого состояния жарить не жирное мясо, то это будет сухая подошва. Потому что при обжаривании, при нагревании в куски мяса происходят следующие процессы. Коллаген, который там есть, при нагревании до температуры 62-65 градусов увеличивает способность к влагопоглощению, если он там есть. А мышечный белок наоборот теряет воду и уменьшает её. Если у тебя мясо богато коллагеном, то длительная готовка, нагрев выше вот этих температур 62-65, там до 70, да, не сделает его суше. А если у тебя там коллагена нет или жира нет, мышечный белок потеряет изрядную часть соков воды, а коллагена, который рядом может этот сок взять, себя принять, нету. Мясо станет сухим, жёстким, невкусным. И не получить стейк вкусным. Поэтому вот эту длительную готовку допустима для мяса богатого коллагеном. Это те волокна, где рядом много сухожилий. Это вот на костях всякие куски мяса. И вот для них, ну их не готовят, собственно говоря, вот так вот на гриле, да, их варят. А при варке долгий процесс размягчается, напитывается, и оно нежное, мягкое, классное получается. Но это не про стейк речь. Поэтому если говорить про стейк, степень прожарки и недожарки никакого отношения к паразитам не имеет, только к вкусу. Если я беру, не нравится мне жирное мясо, я беру нежирный кусок или относительно нежирный кусок, я его обжариваю, достаясь кровью, чтобы не больше 50% мышечных волокон потеряли свою способность как раз-таки удерживать влагу, но вторая половина оставила, сока было достаточно, чтобы сочный был кусок мяса. Вот такая фишка. Если вы самой не согласны, друзья мои, не готовьте стейки из того мяса, из которого оно и получится вот каппадошу. Берите мраморный кусок, да, дорого, ну, позвольте себе раз в год, насладитесь куском. Всё, а пытаться сделать из сухого мяса нежирного сочный стейк с прожаркой well done, ну, это фантастика. Иван Гугл. Дмитрий спрашивает и советует. Дмитрий, спасибо, не хотите ли приготовить курицу по этому рецепту? Это он про Хестон на бульонаментале и сравнить по лицам мнениям. По-вашему, ещё не пробовал, а в Хестон действительно получается интересно, с непривычки даже слишком сочная, как будто бульоном накачали. Иван, ситуация следующая с курицей. На мой вкус, те куры, которые я здесь могу купить, достаточно сочные. Проблем с сочностью нет. И я уж не помню, когда в последний раз готовил курицу так, чтобы пересушить её, чтобы она была сухая, недостаток сочности был. А вот яркости вкуса мне не хватает изрядно. Я безумно скучаю по тем формам, которые можно было купить у деревенских бабушек на рынке. Я всегда там, где жил, пытался на рынке найти постоянных продавцов, захаживал регулярно. С ними разговаривал, обменился телефонами с ними и объяснял, когда что они привозят. И в одном месте, где я жил, я тоже оттуда уехал, а тёща там, собственно говоря, нашла поставщика. Совершенно потрясающая говядина там была. Понятно, что там тоже перекупщики, но они привозили хорошую, вкусную говядину. В Москве на рынке один рынок рядом с домом был, другой рынок это всем известный этот мраморный, так называемый, около Киевского вокзала. Около Киевского вокзала тётушка там одна до сих пор, наверное, стоит, продаёт птицу, совершенно потрясающую продавал, я гуся у неё заказывал регулярно, и кур тоже иногда брал. И вот деревянская курица, она более сухая по вкусу, но у неё вкус, как у концентрированного бульона, сконцентрирован. Да, долго нужно варить, да, долго готовить, но мясо вкусное, оно плотное и вкусное. А нынешние вот эти современные быстрые куры, бойлерные, да, она может быть нежная, аж прям сваливается с кости, всё здорово, но её нужно напитывать вкусами, ароматами. Своего вкуса, куриного, в неё мало. И вот будет его самой Хестона, да, ну, обколоть там, либо примариновать эту курицу, либо обколоть её с помощью шприца, как вот, засаливают, да, рассолом, напитать её соком, потом готовить длительное время. Ну, да, она будет сочная, но вкуса это не добавит. Ну, в любом случае, я попробую, приготовлю, выскажу своё мнение. Может быть, там есть другие фишки. Может, там дело не только вот во вкусе, собственно говоря, в этом соке, что-то ещё есть. Попробую. Отчитаюсь, обязательно, обещаю. Талгат Паризов спрашивает. Привет. Привет. Приготовь соус для пиццы своим способом и Бризоль попробуй. Ну, Талгат, если ты на канале зайдёшь в раздел видео, то буквально там один из первых роликов это пицца, а самый первый ролик, он правда страшный, как атомная война. я там деревянный по пояс. Это соус маринара, спагетти маринара. Вот этот маринара, это и есть тот самый соус для пиццы, с которым я готовлю пиццу. Хоть ролик и страшный, но рецепт там всё в порядке с ним. Так что, если интересно, можешь посмотреть. Так, Илья участник спрашивает. Привет, Илья. Ты с Татарстана? Привет, из Казани. В каком городе вырос? Как занесло в Европу? Ну, я уже говорил, как у меня, где я вырос. Привет. В Казани тоже. И в Казани бывал пару раз, правда, проездом. Занесло в Европу. Ну, не знаю, понравилась страна, решил перебраться сюда. Получилось. Долго мы собирались, долго там с документами возюкались, но перебрались сюда. по бутным веткам, короче, занесло. Так, Мант, Манта, Сабл. Не знаю, не знаю, правильно читаю или нет. Спрашивает. У нас в Филадельфии в баночке такого объёма 300 рублей стоит. Можно ли заменить брынзой? Филадельфию заменять брынзой на мой взгляд не стоит. Брынза слишком солёная. Ну, я же предлагал замену сливками. Вполне себе адекватный вариант получается. Дмитрий Моисеенко, кем ты работаешь? Фрилансером. Я занимаюсь видеопродакшеном. Если кому-то что-то надо, давайте заказы, смонтирую вам видео в лучшем виде. Ну, видите, как я монтирую свои. Давайте заказы, потому что есть, хочется. Мне нужны клиенты. Калаткин спрашивает. Уважаемый Дмитрий, расскажите о вашей работе, чем вы занимаетесь для заработка? Только что ответил. Почему вы переехали в Испанию? Потому что понравилась страна. Жил в Москве больше 15 лет. Не, даже больше. Какой 15? Господи, ты будешь ты мой? Я-то больше 20 лет прожил. Ужас. Интересно также, какой быт и повседневность в этой стране. Насколько сильны отличия от наших краев? Народ приветлив? Спасибо. Народ испанский в массе своей. Я не говорю за всех, только тех, с кем я общаюсь, с кем я вижу. Безалаберный, очень похож на русских в этом отношении. Не на русских, на россиян. В массе своей, ну, те, которые мне встречаются, по крайней мере, да, большая часть, ленивые изрядно, при этом работать умеют. Реально умеют работать. Вот. Быт. Да улыбаются все. Может быть, дело в том, что живем дыра-дырой. Маленький, вот такой сенький поселочек. Ну, в магазине улыбаются, и это нормально. В любой магазин заходишь, сначала здороваешься. Они тебе тоже здороваются. Ну, очень приятные люди. И в сравнении, вот, кстати говоря, да, первая страна, куда я за границу выехал, незапамятные времена, это была Италия. Я, конечно, был там без ума от Италии. Как здорово, как классно там. Шок такой культурный был. Но было стойкое ощущение, что вот ты турист, и тебя обдирают, как липку. Такое жлобство по отношению к туристам у них есть. Вот. А в Испании приехали в первый раз, мы прилетели, чуть ли не ночью. Ну, ладно, не про это. Прилетели, короче, мы в Испанию, в Барселону. Барселона – туристический центр Испании, да, но круче, наверное, только вот Мадрид. Да и то не факт. Наверное, в Барселону все-таки больше приезжают, смотрите, здесь красивый город, и если выбирать город для жизни, то это Барселона, на самом деле. Если нравится город, то Барселона – фантастика. Прилетели туда, ну, шатались, естественно, жили в самом центре, вот, где сами испанцы не живут, называется «Готический квартал». Это старые здания, безумно красиво, и все, ну, в жутом состоянии, там, хреновая канализация в этих старых домах, пытаются что-то сделать, но красиво, то есть, живешь как в готическом каком-то районе, просто вот, как будто кажется, что кругом еще и не самые ходят, но на шелях ездят, рыцари. Так вот, ну, то есть, туристический центр, да, заходим в какой-то там таписе, ну, бар, пробовать там, вечером, туристический район, садимся, заказываем эти тапосы, пивка, рядом за столиком сидят четверо испанцев, такие классические белые воротнички, галстуки распустились, сидят, закуски, запиваются, общаются, то есть, для испанцев, и вот много где видел, да, для испанцев, это место не туристическое, вроде бы как, то есть, они, по сути, очень слабые различия делают между туристическими и нетуристическими местами, это есть, конечно, все равно там, да, то есть, есть со всеми места для своих, где не так красиво, но тоже вкусно, все здорово, где-то вообще за копейки кормят, но разница между туристическими и нетуристическими местами не такая вот чудовищная, как в той же самой Италии, Причём в Италии, во Флоренции до маразма доходило. Помню... Помню... В Флоренции идём, такая улица из центра в сторону этого Золотого моста идёт. И от этой улицы вправо лобочки отходят. Это все как бы в центральную часть города к туристам, к туристическому району. А влево это как бы больше в жилую часть, да. И кафешки по этим улицам, по боковым расходятся. Буквально вот от этой основной улицы, по которой идём, она не широкая. Вправо 10 метров по улице кафешка какая-то с вывеской. И влево по улице от туристической кафешки. То есть эти два кафе разделяют улицы шириной метров 8, наверное, 10. 10 метров туда, 10 метров. 30 метров между ними расстоянием. Кафешка, которая со стороны туристической части, вывеска висит на итальянском и на английском. Почти такая же вывеска. Те же самые блюда. Вот всё то же самое у кафешки, которая с левой стороны, не туристическая. Отличие в цене вот ровно на два просто. Вот умножили и всё. Вот до смешного. Вот такая вот, короче, картинка. Так, ну и последний, наверное, вопрос на сегодня. Д. Мистер Фокс 459 спрашивает или просит. Попробуйте приготовить что-нибудь из мексиканской кухни. Например, тако, буррито. Попробую. Тако у меня в плане стоит. Вот из мексиканской кухни, из техаско-мексиканской, я готовил, напомню, чиликон карны. Если пропустил, вот сюда загляни, посмотришь. Очень классное блюдо, кстати говоря, прям супер. Вот. Ну что, на этом, пожалуй, всё. Спасибо за компанию. Готовьтесь через некоторое время. Не знаю, через какое. Если опять наберутся вопросы, мы устроим ещё один такой день или вечер вопросов и ответов. Отдельно хочу сказать вам слова благодарности. Когда я только начинал делать этот ролик, этот проект, этот канал, очень переживал, что нужно ли это будет кому-то, или это я со своей нудной историей докопаться до всех тонкостей, не как приготовить, а почему так. И по вашим отзывам я понимаю, что это нужно. Что это реально нужно. И мне очень приятно, что вы думаете в некоторых вещах так же, как я. Что у меня есть единомышленники. Я считаю, если понимаешь какой-то процесс, то не нужно зазубривать, заучивать. Всегда сможешь его скорректировать в нужную сторону. И это очень радует. Спасибо вам всем. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok